В Кирове 13.06, и это действительно программа «Особое мнение». Я Анна Лапшина, говорю, здравствуйте нашим слушателям еще раз, и приветствую гостя студии Романа Титова, вице-спикера Законодательного собрания Кировской области. Роман, здравствуйте. Добрый день, наконец-то за окном календарная весна, и пусть солнышка сегодня нет, и пусть потепление обнажает все проблемы нашей крыжочной деятельности, но все равно весна наступила, а значит скоро лето, этим и живем. Ну, в общем, собственно говоря, конечно, история с тем, что весной показывает, каким образом наши люди поступают с отходами, это такая история многолетняя и регулярно повторяющаяся. И тема мусора, это, наверное, первая тема нашего сегодняшнего разговора с Романом Титовым. Сегодня с утра я получила в почту письмо от регионального оператора по обращению с отходами компании Куприт. В письме разъясняется, почему региональный оператор накладывает платежи на людей, не проживающих в квартирах в городе Кирове и в Кирово-Чепецке, потому что платежи взимаются с квадратного метра, а не с человека, и закон не позволяет производить перерасчет за эту услугу. Я помню, что, Роман, мы с вами в нашем эфире анонсировали даже, там, месяца, наверное, два назад, о том, что к вопросу этому вернется, в том числе и областное правительство, я не знаю, или на федеральном уровне это как-то разрешится, и возможность перерасчета, несмотря на то, что платеж взимается с квадратного метра, а не с человека, у Кировчан все-таки появится. Более того, о такой возможности говорилось публично, говорилось в том числе на заседании регионального штаба ОНФ, которое прошло в феврале, и Министерство энергетики ЖКХ заверило меня, и коллег моих в том, что, несмотря на то, что закон формально ограничивает перерасчеты такие, это было понятно и раньше, но был найден механизм, который позволяет эти перерасчеты провести, в том числе и при начислении платы с квадратного метра. И Куприд такие разъяснения давал, в том числе в соцсетях, говоря о том, что вот мы тут договорились и сделали. Сейчас, на мой взгляд, Куприд просто пошел ва-банк абсолютно. А впереди летний сезон. Вот впереди летний сезон, и важно понимать, что у нас Куприд никоим образом не отвечает за, в отличие от областного правительства, за социально-экономическое положение в регионе, за благосостояние наших жителей, за социально-экономическую стабильность. За напряженность социальную. Делая такие заявления, Куприд сохраняет свою прибыль. Он говорит о том, что ничего мы перерасчитывать не будем, хотя есть запрос людей, массовый запрос, который и в соцсетях, и в личных разговорах формулируется, что такие перерасчеты нужны, потому что с квадратой сделали. Вообще, на мой взгляд, в последние дни как-то анализируя в голове ситуацию, на мой взгляд, компания Куприд, которая, кстати, является на 60 с лишним процентов муниципальной компанией, она принадлежит городу Кирову. Вот эта компания, вместо того, чтобы заниматься оказанием доступной по цене качественной современной услуги по обращению с отходами, она начинает заниматься зарабатыванием денег. Я понимаю, что это акционерное общество, я понимаю, что у них там уставная задача извлечения прибыли, ну, коммерческая же организация, но, ребята, у вас учредитель городской администрации, вы обязаны действовать всеми своими имуществом в интересах людей. И когда вы говорите, нет, это невозможно, нет, тут невозможно, там невозможно, возникает вопрос, что для вас приоритет, это оказание услуги по доступной цене или зарабатывание каких-то балок, извините за выражение. Вот я в последнее время Куприд не понимаю. Я прошу прощения, а повлиять на компанию как-то можно? Ну, то есть вот у нас есть региональный оператор, единственный, между прочим, в отличие от многих регионов, который занимается утилизацией, вывозом отходов на территории Кировской области. Мы, когда принимали решение о том, что это будет единственный оператор, наверное, чем-то руководствовались тогда, да? И сейчас получается, что есть компании, которые не готовы идти навстречу, в том числе даже чиновникам областного правительства, хотя была какая-то предварительная договоренность. Как? У меня такое же ощущение возникает. И в конце концов, не только чиновник областного правительства, у тебя учредитель, муниципалитет, соответственно, и городские власти должны влиять на принимаемые решения и на тот информационный поток, который идет. А получается, что Куприт, выслушав все какие-то мнения в правительстве области, обратился сам в Минстроя Российской Федерации и получил бумагу, которая говорит, ничего перерассчитывать не надо, получайте по полной. Я понимаю Куприт на самом деле. Не, мы все понимаем, что у бизнеса есть задача. Собираемостью по Кировской области у Куприта швах. То есть по Кирову собираемость неплохая, я сразу скажу. Неплохая это сколько, Роман, по вашему мнению? Выше 50%. Больше половины. По области собираемость крайне низкая, то есть сильно ниже этой цифры. И как у многих других региональных операторов, нарастает кассовый разрыв, он будет нарастать с каждым месяцем, вырастает до критических объемов. А Куприту надо рассчитываться с перевозчиками, с операторами, два раза в месяц деньги отправлять, иначе это основание для расторжения договора. Понимаю, но почему за это должны платить люди? Почему вы шли в этот бизнес, шли, заявлялись на конкурс, и должны были понимать, сколько это будет стоить? Должны были понимать, что норма рентабельности ограничена? Должны были понимать, что огромный кап затрат на начальном этапе. Почему вы сейчас это все на людей пытаетесь переложить? Как на это повлиять? Ну, я большие надежды испытываю на то, что все же в ближайшее время с участием первых лиц региона состоится первое заседание общественного совета при Куприте, не при администрации города. Это вот эти игры в попытке сделать совет непритом и не так. Они на областном уровне отслежены и пресечены. Дано поручение создать таки совет при Куприте, в том числе исключением инициативных общественников, которые и на митинги выходили, и протестовали. Разумное предложение делали по мусорной реформе. Есть гарантии того, что деятельность этого совета не будет носить формальный характер, будет публичной и будет ложиться в основу действия регионального правительства. В том числе я готов в этом совете работать и думаю, в ближайшее время он соберется. Все эти вопросы, которые звучат, мы будем поднимать на площадке этого совета и помогать, если это помощь необходима региональному министерству, в том, чтобы на действия Куприта какие-то разумные ограничения накладывать. Потому что пока все, что мы видим, это некое непонятное накидывание денег на население. В общем, мне вообще до сих пор непонятно, как так. На муниципальные предприятия невозможно повлиять ни со стороны области, ни со стороны города. И это тоже совершенно непонятно. То есть, если вы, хозяйственный субъект, учрежденный муниципалитетом, изволите действовать по муниципальным правилам. Знаете, параллель такая. Если бы у нас в общественном транспорте тариф за проезд начислялся бы с учетом прибыли огромной, с учетом покупки 300 автобусов, 200 мусоровозов, с учетом каких-то непонятных бизнес-интересов, у нас бы проезд в общественном транспорте стоил 50 рублей, к примеру, или 60. Нет, здесь у нас действует регулирование. Муниципалитет четко берет транспортников за усы, и тариф у нас... Вполне себе аппетиты и снижается. Вполне себе, да, приемлемый аппетит и снижается. А в чем отличие от Куприта? Это такая же услуга, как и перевозки граждан. Это муниципальная услуга. Уж извините, если вы учредитель этого хозяйственного общества. Извольте тогда влиять на тариф и на ту политику, которую Куприт проводит по отношению к населению. Пока этого не вижу совершенно. Такое ощущение, что у нас хвост виляет собакой, Куприт виляет муниципальную властью, действует сам по себе. Ну, пока вот из того, что было известно на следующей... Ой, на прошлой неделе, 11 марта, да, я напомню, было заседание рабочей группы по тарифам в общественной палате. И на этом заседании представители компании Куприт, представители компании Киров Коммунпроект огласили информацию о том, что оказывается, оказывается, тот норматив, на основании которого начисляются тарифы на вывоз мусора в Кирове, этот норматив ниже, чем должен быть. У меня был вопрос к этому мероприятию, сразу он возник, почему такое решение озвучивается не сотрудниками, уполномоченными министерства, а заинтересованными лицами, то есть компании Куприт. И да, есть институт Киров Коммунпроект, но у него же есть заказчик, это областное министерство энергетики ЖКХ. Наверное, это надо было озвучить на таком большом уровне. Но Игорь Рейхкин был на заседании рабочей. Я ему после этого заседания высказал свое мнение по поводу информационного обеспечения этой деятельности. На самом деле, если к этой ситуации возвращаться, это то, что называется черный лебедь. То есть это когда все события, которые не должны были пройти одновременно, они вдруг происходят. То есть смотрите, что у нас получается. Вот на текущий момент и без того хрупкий баланс в сфере ТКО основан на том, что да, у нас высокий тариф. Один из самых высоких в Российской Федерации. В топ-15. Обусловленный тем, что у нас большие затраты на перевозку, как я понимаю. Да, большие плечи, самое длинное плечо, это по-моему вообще в России не имеет аналогов. 380 километров будет плечо. Это из Лузы, под Осиновца, везти в Осинцы. По отсутствующей дороге, а по Ренальмыш, кстати. То есть вот есть большой тариф, который, РСТ считает, что он обоснован, да, и есть, мы понимаем, это искусственно установленный низкий норматив. Действительно низкий, вот по Российской Федерации это точно самый низкий норматив. Ну нам приводились, например, Нижний Новгород, соседние города. Ближайший регион к нам, наверное, это Республика Мариел, где у них близкий тариф 1,85 куба, то есть чуть выше нашего нынешнего, 1,75 куба на квартирный дом. Но в целом один из самых низких нормативов. Плата граждан, из чего образуется, тариф, умноженный на норматив, поделенный на 12 месяцев. В итоге возникает ситуация, что либо по решению суда поиску граждан, жителей частных домов города Кирова, которые обратились в суд, оспаривая этот норматив, либо по вот этому предупреждению Федеральной антимонопольной службы, которую надо исполнить до конца марта, либо пойти в суд, норматив, действующий, будет отменен. Но единственное, что у нас есть на руках, это вот тот самый новый проект норматива, который был презентован на общественной палате, к которому у общественников возникли вполне резонные вопросы, которых могло бы не быть. Это тот норматив, который был установлен на основании замеров, делавшихся в прошлом году. Пока не установлен, он был сформулирован. Ну, презентован, сформулирован, да, и составлен. Роман Титов, наша студия, вице-спикер Законодательного собрания Кировской области. Полуминуты перерыв, и мы вернемся к разговору. С Романом Титовым, вице-спикером Законодательного собрания Кировской области, обсуждаем в очередной раз тему вывоза и утилизации отходов, мусорной реформы, так называемой. Остановились на том, что... Остановились на том, что у нас есть вот это шаткое равновесие, высокий тариф и низкий норматив, и в среднем это дает неприятную, но некую там среднюю по Российской Федерации плату с населения в месяц за твердые коммунальные отходы. Я не беру отклонения, когда действительно квадратные метры в частных домах превращаются там в тысячу рублей за тот же самый мусор. Об этом Антоний Михайлович Чурин говорил, по-моему, в эфире «Эхо Москвы» в свое время. То есть на сегодня этот шаткий баланс ломается. То есть понятно, что действующий на сегодня низкий норматив, он летит к чертям, уж давайте там честно скажем, либо по решению суда, либо по решению антимонопольной службы. Все, что у нас есть на руках, это вот эти новые разработки, презентованные в общественной палате, в которых сразу возникли вопросы, которых могло бы не быть. В чем эти вопросы? Слушайте, ну, коллеги, мусорная реформа, там главная ее проблема – это информационное обеспечение, в числе там прочего, но, наверное, самое главное. Вот если вы делаете замеры по скольким-то муниципальным образованиям, по скольким-то дворам, вы сделаете эти замеры публично. Ну, это же не сложно. Пригласите общественника, проведите взвешивание, вот это вот контрольное, протоколы покажите. Вот тогда, на этапе, не когда вы бумагу подготовили, Но законы не предусматривают, чтобы это было... Я ведь не про закон. Чтобы это было публично. Поэтому решили... Я ведь не про закон, я про технологию работы с общественным мнением. И они мешать будут. В итоге, если не изменится существующий тариф на обращение с твердыми коммунальными отходами, которые в Кировской области больше 900 рублей в месяц, и вступят в силу решения суда или ФАС новые нормативы в действие, а других у нас, извините, нет, кроме вот этих вот презентованных в общественной палате, то плата граждан действительно вырастет. С какого времени? С момента отмены действующего норматива. Фактически. То есть, если ФАС потребовала отменить норматив с концу марта... ФАС потребовала не само. То есть, ФАС обратился некий Координационный совет по развитию предпринимательства в Антинском районе, и на основании этого ФАС проверила, пришла к выводу, что действующий норматив, он такой умозрительный, ненадлежащим образом установлен, поэтому его надо отменить. Вот по логике действий сейчас министерство должно либо отменить этот норматив и сразу попасть на повышение платы под недовольство граждан, либо пойти в суд и долго нужно доказывать, что норматив был установлен в закон, а потом, скорее всего, все равно его отменить. Вот тот норматив, который в палате был презентован, новый, повышен на 25%, он должен был бы вступить в действие с первого января следующего года. К этому моменту тариф на обращение с ТК наверняка был бы снижен. Почему? Потому что в тариф этого года заложена инвестиционная составляющая, рассчитанная в том числе на высокую собираемость денег с населения, с предприятий, с организаций, за обращение с коммунальными отходами. Это сотни мусоровозов каких-то, это некие там инвестпроекты по строительству сортировок. Очевидно, что ничего этого сделано не будет. Так. Соответственно, по итогам года, когда Куприд пошел бы на новый тариф на следующий год, региональный штук по тарифам сказал, подождите, ребята, вы это не сделали, это не сделали, это не сделали, это было учено в тарифах прошлого года, из тарифов следующего года мы это убираем. И тогда высокий норматив на фоне снижения тарифа опять бы привело к тому, что плата осталась бы плюс-минус на этом уровне. Но все пошло не так. То есть и Федеральная антимонопольная служба, региональное подразделение указало, что вот норматив надо пересматривать. Ситуация такая, что не позавидуешь. На настоящий момент, на мой взгляд, надежда либо на долгое судебное разбирательство, но параллельно одно уже идет, и, наверное, близится к финальной фазе, это как раз иски граждан, которые также оспаривают этот норматив, либо тянуть до конца года в рамках существующего норматива, либо надеяться на то, что Федеральная антимонопольная служба Московская, которая проводила до недавнего времени проверку в основности установления тарифов на ТКО и на услуги компании Т-Плюс в Кировской области, смотрит основания для снижения тарифа. Я считаю, что действующий тариф на ТКО, тариф регионального оператора Куприд, может и должен быть снижен. Почему? Во-первых, это невыполнение, мы понимаем, что это не будет той инвестсоставляющей, которая была заложена, раз. Второе, это необходимо пересмотреть сроки амортизации техники, не год на все эти мусоровозы, которые будут приобретаться, на более отдаленные сроки. Полномочия такие есть. И я надеюсь, что вот все эти завышенные инвестиционные затраты, они будут федеральной антимонопольной службы отслежены, и региональные службы по тарифам будут рекомендованы тариф снизить. Тогда мы не попадем на рост платы граждан. Но он останется примерно на том уровне, который есть сейчас. Я правильно понимаю? Если бы норматив был действующий, если бы его никто не оспаривал, то он бы даже снизился. Вот уровень платы. Но учитывая то, что нам презентовали результаты замеров, по которым норматив должен быть выше на 25%, то будем надеяться, что ФАС федеральный так мешается, что плата граждан останется на прежнем уровне. Но это надежды. Мы не в силах повлиять на результаты проверки ФАС. Я просто там сам анализировал с коллегами, и я понимаю, где можно снизить этот тариф, где он так условно обоснован. Почему еще надо утвердить эти нормативы, к сожалению, наверное, новые, потому что у нас до лета должна быть откорректирована и обсуждена с общественностью эта территориальная схема по обращению с отходами. Уже на основании фактических замеров образования отходов должна быть проведена корректировка. Это поручение федерального министерства, это надо сделать, и для этого новые нормативы, которые так-то должны были с первого действия следующего года, должны быть утверждены. Роман, поясните, пожалуйста, вот какую вещь. Я так понимаю, что к механизму образования, к механизму появления этих новых нормативов были большие вопросы. И у общественников они возникли на заседании рабочей группы общественной палаты, и у вас они есть, и вы говорили. Вот эта история с замерами, она не может быть переиграна, не могут быть замеры проведены снова, потому что когда житель дома в Порошино, у которого якобы проводили замеры в прошлом году, говорит, что мой индивидуальный контейнер никто не трогал, никто не взвешивал, никто туда внутрь не залазил, ну я бы не мог об этом не знать, он говорит, то возникают вопросы ко всем остальным, там, не знаю, девяти домам в Кирове, и уж тем более в районах области. Значит, результаты этих замеров пересмотреть можно, но для этого нам надо будет утвердить еще раз ничем не обоснованные нормативы. Ну, поймите, для того, чтобы провести эту работу, нужен год. По четырем сезонам, в одиннадцати или скольки-то муниципальных образованиях надо было эту работу проводить. То есть нам сейчас нужен снова год для того, чтобы в следующем году выйти с некими нормативами. А у нас либо по суду, либо по решению ФАС действующую нормативу отменят. То есть... То есть как минимум год мы будем жить вот по тем цифрам, которые были презентованы, по замерам восемнадцатого года. Скорее всего, да. И поэтому там еще раз, коллеги, вы когда в следующий раз будете замеры проводить, вы людей-то приглашаете. Вы информируйте, чтобы они видели, как эти замеры проводятся, чтобы не было сомнений в их достоверности. Этого не было сделано. История с ФАС федеральной антибонопольной службой, с главным их офисом и с тем, что, возможно, они каким-то образом повлияют на снижение тарифа информации. Об этом примерно в какие сроки может появиться? Ну, я думаю, что информационное сообщение на сайте ФАС будет в конце марта, потому что сроки проверки ограничены 25 марта, но все проверочные мероприятия в Кировской области уже на настоящий момент проведены. То есть, там сейчас работают аналитики с информацией. Надеюсь, что в конце марта мы узнаем результаты этой проверки. Хочется надеяться, что, как в ряде других регионов, ФАС тарифы снизит. Хочется надеяться еще и на то, что будет все-таки решена история с перерасчетом платы, потому что впереди летний сезон, и мы все понимаем прекрасно, что жители Кирова, жители Кирова, Чапецка, которые платят с квадратного метра за вылаз мусора. Это как раз те люди, которые уезжают на лето на дачу, многие из них, да, и не живут в своих городских квартирах. И это тоже чревато ростом социальной напряженности. Роман Титов, вице-спикер Законодательного собрания Кировской области в нашей студии. Переходим к еще одной теме. В последние несколько недель очень ярко, достаточно часто и проблемно выплывает тема нехватки мест в детских садах. И я просила вас, Роман, посмотреть и оценить те предложения, которые были сделаны в том числе в нашей студии депутатом Кировской городской думы Владимиром Журавлевым. Я напомню слушателям, значит, Владимир Вениаминович предлагает решать проблему нехватки мест следующим образом. Если город не успевает построить детские сады для всех нуждающихся в этом, то город, исходя из той платы, которая вносится муниципалитетом за содержание детей в муниципальных детских садиках, может точно такую же сумму выплачивать в виде компенсации родителям, которой местным не досталось. Тогда уже родители сами будут решать сидеть дома с ребенком либо отправлять его в какой-то частный детский сад. Сумма эта, Владимир Вениаминович называл, порядка 10 300 рублей в месяц. Но вот это первое предложение, которое я попросила бы вас, Роман, оценить, насколько реально, надо ли это. И вторая история, это история с родителями, которые сейчас пошли в суды, требуя предоставить им места в детских садиках по месту жительства, а не в селе Русском, не в Бахте, не в Коминтерне, не в Ленгасово и не в Ленгасово. Первое предложение, которое Владимир Вениаминович озвучил, при всем к нему уважении, я считаю, что предложение достаточно фантастическое, то есть по механизму реализации я не понимаю, как это будет сделано, я не понимаю, откуда взялась цифра в 10 тысяч рублей, ну, не понимаю просто. А меньших цифр просто не хватит для того, чтобы дети посещали коммерческий детский сад, где обучение стоит, ну, порядка 7-8 и выше. Предложение разумное, если вот мы от цифры от самой даже отойдем, да, там, насколько она точна, само предложение разумное, или так не делается нигде, и муниципалитет просто не потянет? Муниципалитет не потянет. Я не знаю, делается так где-то или нет, но предположу, что муниципалитет не потянет. Но то, что с детскими садами проблема, и, ну, это, наверное, там просто уже мавитон говорить, есть проблемы, которые причем не решаются годами. Это две проблемы. Первая, это наличие мест в детских садах вблизи от места жительства людей. Эту тему мы по нему поднимали уже несколько лет подряд, в том числе с коллегами из УНФ, предлагая муниципалитету сделать прозрачную публичную систему обмена местами между родителями. То есть, вот, зайдите на форумы... Не на сайте, не на форуме Тировчанка.ру, да? В том-то и дело. Где мамы обмениваются путевками. Во-первых, когда люди начинают бузить и обращаются в суды, места находятся почему-то, да? Внезапно. Да. Во-вторых, тебе дали в Бахте, тебе дали в садике номер один в Солнечном береге, вам удобно обменяться и сделать этот механизм прозрачным. Если ваша машина или не машина люди дала сбой, сделайте, возможно, этот сбой не вредит. Ничего с этого момента не сделано. Никой прозрачной системы распределения путевок просто нет. Вторая проблема, она очень болезненная, Анатолий Михайлович Чурин тоже говорил и говорит, это нехватка кадров. Если на сегодняшний момент в садиках не хватает 50 человек, при всем при этом мы не говорим на квалификации этих людей, то есть 50 единиц не хватает, то... По прогнозам Анатолия Чурина 150 человек в следующем году не хватает. С учетом строительства новых детских садиков. Связано это с двумя моментами. Во-первых, непрестижность, в том числе и финансовая профессия воспитателя детского сада. Второе, это скажем так, деградация системы педагогического образования в Кировской области. То есть некий побочный эффект слияния и поглощения одного вуза другим. Потому что на сегодняшний момент у нас педагоги подошкольного образования готовят на факультете, который находится в институте, который находится где-то вот там в опорном вузе, то есть где-то сильно внизу. И это явно непрофильное для опорного вуза направление. Педагогов готовят, например, в Госмедакадемии. 17 тысяч рублей ты платишь, идешь на курсы и там готовишься. в итоге в садиках сегодня не только не комплект, но работают люди, которые не умеют работать с детьми. Это просто педагоги, но не имеющие специализированного образования. На дошкольников они не рассчитаны. На дошкольников не рассчитаны. Это ведь не... То есть научить даже учителя математики для первого класса это не то же самое, что научить математика программиста какого-то там. А у нас одна единая кафедра в вузе работает по этому направлению. То есть это специализация, которая потерялась при слиянии. Я знаю, что на сегодняшний момент у Валентина Николаевича Пугача есть понимание этой проблемы и Антолий Михайлович благодаря его неуемной энергии он сумел донести эту проблему до самых высоких шлонов. Надеюсь, это найдет решение. Но, возвращаясь к началу, уж обеспечение местами, механизм обмена можно сделать сегодня и не дожидаясь каких-то там далеких этапов. Роман Титов, вице-спикер законодательного собрания. В нашей студии у нас впереди полторы минуты рекламы и мы вернемся к теме нехватки мест в детских садах. Роман Титов, вице-спикер законодательного собрания в нашей студии. Мы продолжаем программу «Особое мнение». У нас еще есть два вопроса на сайте хакирова.ру и мы к ним перейдем после того, как закончим тему с нехваткой мест в детских садах. Кадровая проблема. Мы остановились на этом, на том, что, во-первых, нет возможности получать и массово обучать педагогов дошкольного образования. Во-вторых, зарплаты не делают профессию престижной. И вот мы возвращаемся к истории, которая была... К тому, что всегда работала. Несколько недель назад история с заведующей детским садиком номер 41, которую пригрозили уволить, за то, что выяснилось. Она брала на работу людей и взамен на пустующие места тех детей, у кого есть путевки, но кто не ходит в детский сад, брала сотрудников этих детей, чтобы родители могли работать. И эта тема, она работала всегда в Советском Союзе, просто некоторое время назад с подачи федеральных властей, как я понимаю, прокуратурой, это было отменено. К сожалению, да, действительно, эта история была таким нематериальным механизмом компенсации женщинам, которые идут работать воспитателями низких условий оплаты труда. Зато они получали место в детском саду для своего ребенка. Ребенок был под присмотром, это работало с советских времен, работал до недавнего времени, потом, да, под влиянием федералов было отменено, но, коллеги, а что мы дали взамен? Мы ничего не дали взамен. Как вы иначе заведете человека на работу в детский сад не 18 тысячами рублей максимум, да? У нас детский сад в значительной мере укомплектован был при своем создании именно мамами ребят. У нас это просто про свои времена детские вспоминает Роман. И про времена моего сына недавние совершенно. То есть это нормальная история. которые прошли курсы, которые работают с детишками, у которых сынишка учится в этом и уходит в этот же детский садик. И все понятно, почему они там работают. И место рядом с домом, и все здорово. И вот эта проблема... То есть как минимум на 3-4 года садик получает специалиста. Ну да и дело. За то время, пока ходит ребенок. И вот этот 41-й садик это как раз показатель того, что мы лазейку закрыли, но проблемы не решили. И вполне себе думающий о будущем детского сада руководитель учреждения пытается за рамками закона, наверное, хоть как-то мотивировать испытателей. Я вообще не уверена, кстати говоря, что она думала о том, что теперь это незаконно. Раз это всегда работало, мне кажется, никто не обратил такого же внимания. Есть подснежники, то есть и дети, которые получили путевки, по каким-то причинам эти путевки морозятся, ребенок ни разу не ходит в детский сад, годами не ходит. Ну чаще всего бывает так, что это неудобное просто место, как объясняли родители. И тогда возникает вопрос, почему это место-то не занято? То есть должен быть какой-то механизм выявления этих подснежников. Общение с родителями, если вам не нужно это место, если вам садик неудобен, давайте мы передадим это тем, кто рядом живет и которые на этот садик с удовольствием согласятся. Вот еще раз, и вот наши разговоры о том, что система управления дошкольным образованием в городе Кирове, она на сегодняшний момент либо не справляется со своими обязанностями, либо есть по меньшей мере серьезные проблемы. Я бы не склонен, как некоторые коллеги говорят, к дочагову отставку, Петрицкого, да, этого, того, сего. Нет, коллеги, давайте просто поднимем этот вопрос на уровне главы города и сделаем план, или как сегодня говорят, дорожную карту, как мы будем решать все эти проблемы в рамках существующей нормативной правой базы. Но в рамках существующей нормативной правовой базы, на уровне города или на уровне региона, возможно какие-то механизмы прописать, которые обезопасят работу заведующих по набору персонала и по устройству их детей в этот детский сад? Значит, надо сделать так, чтобы педагог, который придет работать в этом детском садике, получил возможность получить путевку в этом садике в рамках существующего правового механизма. Это реально? Ну, конечно, это реально. То есть люди как-то получают путевки в этом детском садике, наверное, можно создать некий параллельный поток тех, кто будет там работать, заключает какое-то соглашение, получают место. Ну, наверное, это реально, здесь нет нарушения законодательства. Оно есть, когда там какое-то учреждение сам пытается решить эту проблему, не заручившись поддержкой городских юристов, не получив эти путевки в установленном порядке, а это ведь не было сделано. То есть там дети были без путевок, там путевки на других детей были фактически, хотя плату вносили как-то. То есть если этим заняться, это решить можно, и возможно это снимет в том числе часть вопросов, которые Владимир Вениаминович периодически и абсолютно правильно поднимает, в том числе в эфирах радиостанции Верха Москвы. Роман Ситов, в нашей студии все меньше времени у нас остается. Переходим к еще двум темам. Тема связана с коммуналкой, с деятельностью управляющих компаний, тоже болезненная тема, часто в нашем эфире. Слушайте, Сергей спрашивает вас, просят вас дать комментарий по намерениям администрации города лишить лицензии управляющую компанию Актив Комфорт. Ну мы понимаем, да, это управляющая компания, к которой возникает много претензий и которую постоянно упоминает в том числе администрация в своих релизах. Значит, в управлении компанией Актив Комфорт много старых домов, ненужных другим управляющим компаниям. Боимся, что останемся вообще без управляющей компании летом, когда нужно проводить текущий ремонт и готовить дом к зиме. В итоге следующей зимой будем замерзать и вообще никто не будет чистить крыши наших домов. При всех тех претензиях, которые есть как к Аккор, так и к Актив Комфорту и другим компаниям входящим, это вот осколки бывшей управляющей компанией Октябрьского района, при всех тех претензиях громадных, которые есть, спешу хотя бы отчасти успокоить коллегу. То есть здесь городская администрация скорее, наверное, поторопилась и заявила о том, чего она делает неуполномоченно. У нас вообще-то лицензии за управление квартирными домами лишает суд и установлена жилищным кодексом процедура, в которой городская администрация вряд ли она в этой процедуре есть, там есть жилинспекция. Соответственно, компания должна совершить не менее двух нарушений в год, то есть не исполнить два предписания, по которым должны вступить в силу два решения суда. Тогда дом, в отношении которого нарушены лицензионные требования из управления компании исключается. Так вот, чтобы лишить УК лицензии, она должна лишиться не менее 15% домов, которые находятся у него в управлении. Поэтому, наверное, городская администрация поторопилась заявить, во-первых, о совершении действий, которые неуполномоченно совершают, лишать лицензии, во-вторых, наверное, иногда лучше бить, а не говорить, что я собью. То есть это долгая, нудная процедура. Мы все понимаем прекрасно, что у этих компаний и управляющих там закон вообще на их стороне. Решить управляющих компаний лицензии крайне сложно. Вот за время моего нахождения в составе областной лицензионной комиссии, которая так-то выполномочена принимать решение на лишение УК лицензии, вот мы ни одну компанию не смогли лишить лицензии. За прошлый год не было ни одного случая, говорил руководитель. Зато в надзорные органы по 169-й статье с препятствиями законной предпринимательской деятельности Вот. Понимаете, там вот в законном чё-то установлено процедура. Против недобросовестных управляющих компаний вообще нет никакого приёма. Во-первых, главный приём это когда собственники принимают решение и уходят в управление добросовестной управляющей компанией, они верят тем жуликам, которые предлагают за меньший объём там платы за содержание сделать прям какой-то космический объём услуг. Такого не бывает, чудес не бывает. Большинство, к сожалению, как раз на это и покупается, на меньшую плату. Вы вправе уйти, это ваше имущество, ваш дом. Вы уходите к нормальным добросовестным компаниям. Второе, буквально на прошлой неделе было совещание у нас под председательством Чурина, Александра Анатольевича, на котором мы вопрос системного воздействия на такие недобросовестные управляющие компании обсуждали, в итоге появилось предложение создать постоянно работающую координационную группу, в том числе с участием силовиков, налоговой прокуратуры, депутатов, ГЖИ, муниципальной власти, при областном правительстве, которые будут системно обсуждать вопросы по таким недобросовестным украшкам и системно действовать по отношению к ним, потому что по одиночке лицензии, действуя по одиночке лицензии, лишить практически невозможно. Закон абсолютно на стороне управляющих компаний. Да и даже если лишается компания управляющей лицензии, Дома без управления не остаются. Возникает вопрос, такой, как у Сергея. Да, дома без управления не остаются, их обязано взять на себя под управление МОГУРОД Киров, у них есть специально обученная управляющая компания, которая берет те дома, которые остались без украшек и содержит муниципальная управляющая компания. В Кирове, в отличие от многих районов, у нас такая компания есть. В случае, если, во-первых, будут проводиться процедуры торгов, возможно, какая-то компания зайдет, если фонд интересен, если фонд не интересен, соответственно, муниципалитет сам займется его управлением. То есть переживать не надо. Компания, которая есть, она муниципальная, вполне адекватно работает. Еще один вопрос от нашей слушательницы Романа Альбертович. Размер платы за коммуналку становится все больше и вызывает уже страх. Этой зимой моя общая плата перевалила за 6 тысяч рублей, хотя жилая площадь моей обнушки не достигает 18 квадратных метров. Как Вы считаете, есть ли фактический предел, до которого можно повышать тарифы? На бумаге он, конечно, обозначен, но по факту рост гораздо выше. За отопление мы платим уже больше 2 тысяч рублей. Многие, у кого проблемы с деньгами, отказываются платить за коммуналку, делая выбор в пользу продуктов. Меня тоже пугает плата. 6 тысяч за однушку с жилой площадью меньше 18 метров. То есть это ну 30 метров, скорее всего, одна крупная плата. Сегодня люди были на приеме, принесли квитанцию, выставленную энергосбытом, но в интересах Т-плюс, где за отопление комнаты площадью 19,1 квадратных метров за январь выставлено 6 тысяч рублей. Хотя там гигакалория стоит 1700 рублей, то есть обычная рыночная цена. То есть вот что-то происходит. На мой взгляд, управляющая компания, не управляющая компания, ресурсоснабжающая компания просто начали гнать лошадей, выставлять непонятные квитанции. Это же вал прошел через энергосбыт буквально в январе месяце по выставлению совершенно непонятных квитанций. Что происходит? Люди идут в энергосбыт, там говорят, не, подождите, мы там биллинг делаем, идите в Т-плюс, Т-плюс говорят, не, подождите, у нас начисление делает энергосбыт. Замкнутый круг. В расчетных центрах огромные толпы, там энергосбыт еще ТКО добавилось, они не могут за текущие квитанции отчитаться. Я считаю, что порог платежей, вот, он уже достиг своего предела, и главный показатель этого для меня это недавнее выступление публичное руководителя Федеральной антимонопольной службы господина Артемьева, который сказал то, что вообще не свойственно говорить чиновникам высшего эшелона. Он сказал, что во многих большинстве субъектов люди переплачивают по услугам коммунальным свыше 100%. Сейчас уже Госдума занялась этим вопросом, будут заниматься анализом тарифов по субъектам, зная, какого там, точнее, я понимаю, что человек такого уровня не мог сделать заявление, не согласованное на самом верху. То есть я считаю, что наконец... Но мы понимаем, что раз ты вышла в паблик, значит уже какие-то решения принимаешь и готовятся. Просто огромное количество компаний, которые, возвращаясь к началу нашего разговора, которые занимаются оказанием коммунальных услуг, они вместо оказания коммунальных услуг занимаются зарабатыванием денег, всеми правдами и неправдами. А потом ищи свищи, где твоя инвестпрограмма, где трубы, которые ты должен был положить, и кому нужны коллектора, на которые ты якобы деньги взял построить, а не построил. Это то, о чем коллеги на общественной палате постоянно говорят. И я считаю, что уровень регулирования, утверждение тарифов, как Артемьев предлагает, надо забирать на федеральный уровень. И там утверждать планки по этим тарифам, для того, чтобы никаких мест самодеятельности не было. Роман Титов, вице-спикер законодательного собрания Кировской области, в особом мнении на эхе Москвы. Роман Альбертович благодарю. На этом мы со служителями прощаемся. До свидания. Продолжение следует...